Добрый день, дорогие друзья! Идёт уже четвёртая неделя нашего бьюти-марафона. Целый месяц мы говорим о красоте и о том, как продукция Фитлайн помогает нам всем быть красивыми. И вот первую неделю марафона я рассказывала о бьюти, о том, как наш замечательный, потрясающий бьюти-комплекс влияет на нашу красоту, что он даёт для красоты. Вторую неделю я рассказывала про косметику. Я рассказывала про нашу линию Фитлайн Скин, про крем Фурева и двухфазное косметическое средство Алтимат Янт. Третью неделю я рассказывала о том, как влияет оптимальный сет на красоту. Сегодня тема моего прямого эфира – это, как все остальные продукты линии Фитлайн влияют на красоту. А мы все знаем, что красота – это здоровье. Когда человек здоров, он светится изнутри, у него кожа бархатистая, красивая, она сияет, глаза горят, много энтузиазма, энергии. И это притягивает людей, как магнитом. Это внутренняя красота, и это красота внешняя тоже, потому что волосы, ногти. Ну, давайте пройдёмся по каждому оставшемуся продукту Фитлайн. Например, что делает омега-3 для красоты? Омега-3 даёт бархатистость кожи, потому что кожа покрыта гидролипидной мантией. Вы знаете, я расскажу историю такую. Я недавно нашла через интернет своего однокурсника. У него опыт работы врачом 32 года, как и у меня, и последние 10 лет он работает дерматологом. И он, сидя на приёме в поликлинике, каждому человеку рассказывает, что мы не крокодилы. Что кожа покрыта тонким слоем жира 30 микрон. И вот эти постоянные моющие средства щелочные, которые размыляют жир, снимают жир. Эти постоянные спиртовые дезинфицирующие салфетки, которые тоже жирорастворители, они все смывают жир, и кожа скукоживается. Если тут же не нанести крем, она скукожится. То есть, понимаете, профессиональный врач-косметолог рекомендует каждому не мыть часто руки моющими средствами, объяснять, что мы не крокодилы. А я говорю о том, что у нас есть омега-3. И благодаря применению омеги-3 кожа становится бархатистой. Вы знаете, была как-то такая ситуация. Ко мне обратилась девушка, которая давно у меня наблюдается, возраст 20-25+. Плюс говорит, я готовлюсь к беременности, дайте мне что-то одно, вот чтобы, если я вдруг заперемененю, это мне не повредило. И я ей сказала, пожалуйста, омегу-3, потому что это одно от всего на свете. Одно для всего. Потому что мембрана каждой клетки состоит из омеги, потому что от омеги зависит эластичность ткани, это подтяжка лица. От омеги зависит структурная единица мозга и сетчатки глаза и так далее. И она стала пить одно единственное. Через месяц она мне сказала, Галина Николаевна, я работаю, я провожу презентации, и каждый человек заметил, и каждый мне сказал, что кожа у меня стала чистая, красивая и бархатистая. А я ничего больше не делала, питание тоже, косметика та же, я просто добавила омегу-3. То есть омега-3 для кожи, для красоты, это эластичность и это бархатистость. То есть кожа покрыта гидролипидной мантией, и особенно если на коже есть какие-то дефекты, шелушения, там кожный зуд, минус ткань, плюс ткань, обязательно нужно омега, потому что это противовоспалительное средство, которое помогает очень быстро справиться с воспалительными заболеваниями и восстанавливает гидролипидную мантию. Плюс сосуды. Далее, следующая, конзин-Ку-10. Не взяла вам показать. Конзин-Ку-10 что делает для красоты? Не просто так во все кремы добавляют конзин-Ку-10, потому что это клеточный энергетик, и он обеспечивает регенерацию клеток. То есть если у клетки не хватает энергии, она не может нормально регенерировать. Омега-3 веган настолько же эффективная, как и рыбная, потому что и из водорослей, и из рыбы извлекается одно и то же действующее средство, и свойства у него одни и те же. Так вот, конзин-Ку-10, он замедляет процессы старения кожи. Когда-то раньше у нас среди партнеров Фитлайн был такой лайфхак. То есть в крем Форева добавить капельку конзин-Ку-10 или просто капельку конзин-Ку-10 и куда-то нанести на кожу лица местно. И тогда кожа тоже впитывает вот тот конзин-Ку-10, который мы пьем внутрь. Ну а сейчас у нас есть крем Форева с коэнзимом Ку-10 и Алтиматьян с коэнзимом Ку-10. Но у кого достаточно коэнзима Ку-10, можно тоже немножко добавить на кожу. И, конечно, и Омега-Ку-10 против пигментных пятен. Особенно, друзья, особенно против пигментных пятен цель ШУЦ. То есть все знают, что с возрастом появляются пигментные пятна и появляются, вот это называется, старческая гречка. Когда женщина смотрит на вот кисти, а там вот как гречка, вот такие вот точечки. Ну, харду тоже можно наносить, это неэкономно, конечно, но тоже можно, потому что кожа обладает впитывающим действием. И вот знаете, иногда как на фотографиях вот такая молодая рука, упругая, красивая, кожа чистая, держит старческую руку, такой с морщинами, с венами и всё-всю в пятнах. Так вот эти пятна, это окисление липидов, окисление вот этих жиров, которыми покрыта кожа из-за того, что не хватает антиокислителей. Витамина Е, витамина С, селена. Просто не хватает. И поэтому, когда мы пьём антиоксиданты, мы защищаем себя от вот этой вот старческой пигментации, которая сразу выдаёт возраст. У меня был один знакомый, который говорил, я узнаю возраст женщины по руке. И была женщина 70 лет, которая врач и всю жизнь принимает БАДы. Она говорит, узнайте по моей руке возраст. Он говорит, лет 40, а ей 70. А ей 40, так 40. Почему? Потому что много антиоксидантов. Моя любимая фраза. В Цельшуце у нас есть бета-каротин. Да, вообще каротиноиды, семейство каротиноидов. Этот бета-каротин есть и... Не бета-каротин, а в лютеине есть тоже семейство каротиноидов. То есть в витамине... В лютеине есть витамин А, это лучший витамин для глаз, да? И лютеин из-за эксантин, это тоже семейство каротиноидов. Бета-каротин – предшественник витамина А, ну и такое целое семейство антиоксидантов, каротиноидов, к которым относятся и лютеин, и зексантин. Что они делают для кожи? Про вот эти каротиноиды можно сказать две ключевые фразы. Первое. Мир прекрасен, и мы его видим только благодаря каротиноидам. Только благодаря каротиноидам. То есть мы не можем видеть в темноте, и без бета-каротина и витамина А развивается куриная слепота. Ну а для красоты? А вторая часть этой фразы – если женщина в 60 лет выглядит на 40, у неё в крови бессупречная концентрация каротиноидов. И я знаю очень много таких женщин среди партнёров нашей компании. Например, приходит ко мне как-то женщина на приём, просто клиент в диком неврозе, очень истощённая, и я к таким людям отношусь с такой большой любовью, потому что людей в неврозе можно просто любить. Они задают миллион вопросов, они выедают мозг, но они в неврозе, и их можно только любить. И ждать, пока они наберут ресурс, чтобы можно было вот и как-то построже поговорить, а пока только любить. И вот столько у неё было возражений, миллион просто. Потом спрашивает, а вам сколько лет, Калина Николаевна? Говорю, 57. Исполнилось в марте. А, ну, хорошо выглядите, ладно, хорошо, верю, верю. Пьёте, помогают? Да, верю. То есть мы с вами продукты своего продукта. И цельшуц, цельшуц нам можно пить не только от простуды, как мы всегда это делаем. Как мы используем цельшуц? В первую очередь от простуды. 5 стаканов цельшуца в период простудных заболеваний, да? Мы используем для защиты зрения, вот, когда яркие, яркое солнце, яркий снег, когда отпуск, море, горнолыжные курорты. Потому что цельшуц и лютеин, вот, вместе, это солнцезащитные очки для глаз из питания, да? Вот, поэтому чем больше мы пьём цельшуца, тем чище у нас кожа, и тем меньше там старческих вот этих пигментных пятен, которые выдают возраст. И даже если у женщины есть пигментные пятна, они начинают уменьшаться, потому что тело обладает колоссальной способностью регенерировать. Колоссальной. И клетки обновляются, и антиоксиданты справляются с вот этим вот пигментом старости, липофусцина. И чтобы его не допустить, конечно, априори нужно пить много антиоксидантов. Особенно жителям мегаполиса. Далее, изофлавон. Изофлавон напрямую связан с красотой, напрямую. Потому что кожа, волосы, ногти – это эстроген-зависимые органы. И, вы знаете, так интересно, однажды ко мне обратился психолог, мужчина, и спросил, а есть ли какое-то средство, чтобы можно дать его женщине, и чтобы она вела себя как женщина, чтобы она была женственная, мягкая, приятная, спокойная, умиротворённая. Я говорю, ну, всё-таки в первую очередь нужно работать с головой, но тут, понимаете, такая связь, что мысли влияют на выработку гормонов, а выработка гормона влияет на мысли. И можно одновременно и влиять на мысли объяснять, что женщина должна быть милая, добрая, ласковая, женственная. И тогда в её организме, женском, будут хорошо вырабатываться женские гормоны. И плюс нужно пить изофлавон. Изофлавон, начиная с 40 лет, это антивозрастной комплекс. Начиная с 40 лет, женщина начинает готовиться к менопаузе. Как готовиться? Во-первых, понять, что тебя ждёт в менопаузе. Ничего хорошего не ждёт. Ничего хорошего не ждёт. Начинает разрушаться сердце, потому что эстрогены, кардио-вазопротекторы. Начинают разрушаться кости, потому что эстрогены защищают костную ткань. Урогенитальные нарушения, сухость во влагалище. Волосы выпадают по мужскому типу, оболосение. Лицо тоже скукоживается, становится как печёное яблоко. То есть эстрогены – это кожа, волосы, ногти. Поэтому с 40 лет женщине уже можно начинать принимать изофлавон. Допустим, курсами, 3 месяца, в межсезонье, 2 раза в год. Чем старше, больше к менопаузе, чем чаще. И когда яичники выключаются, уже женщина пьёт изофлавон каждый день, потому что свои яичники не заработают. И в это время женщина в менопаузе теряет до 60% коллагена. И поэтому вот идеально изофлавон вместе с коллагеном. Вернее, с бьюти, с комплексом. И меня очень радует, когда меня послушают, а я рекомендую бьюти в вечернее время, а я рекомендую изофлавон в вечернее время по биоритму. И люди смешивают бьюти с изофлавоном и выпивают в одном стакане. Это усиливает, усиливает стимуляцию, там, рост коллагена. Образование, вернее, коллагена. А это всё лифтинг, подтяжка. Это альтернатива скальпелю и инъекция. И плюс косметика и изофлавон. Это не только отсутствие гипертонии в менопаузе. Отсутствие остеопороза в менопаузе. Отсутствие урогенитальных нарушений. Это значит полноценная сексуальная жизнь. Это тоже радость жизни. И замедление процессов старения. Бьюти можно, начиная вообще с 25 лет, с 40 просто обязательно, с 50 плюс, и в 50, и в 60, и в 70. Бьюти в любом возрасте можно пить, потому что бьюти стимулирует выработку коллагена. И в любом возрасте женский организм всегда очень хорошо откликается на применение коллагена. Дальше смотрите, геллинг фит. Геллинг фит. Все мы знаем. Геллинг сустав, фит, питание. А с дженерэшн 50, конечно, можно бьюти. Можно пить утро, можно пить вечером. Бьюти нельзя просто пить с пищевыми волокнами, потому что они замедляют всасывание минералов. Бьюти нельзя пить с бейсиксом, с дидринком и с прожей полын ванн. Бьюти прекрасно сочетается с активайзом, с цейшуцем, с изофлавоном, с ресторейтом, с геллинг фитом, потому что это разные звенья одних и тех же процессов. Так вот, а что геллинг фит дает для красоты? Мы все знаем геллинг сустав, фит, питание. Геллинг фит – это питание соединительной ткани. А кожа, а волосы, ногти – это что такое? Это та же самая соединительная ткань. Поэтому, если мы возьмем соединительную ткань, это молекулы гиалуроновой кислоты, это канаты коллагена. Коллаген у нас дает, поставляет бьюти. И пружинки протоагрикана. А протоагриканы – это геллинг фит. И витамин С стимулирует образование коллагена, а минералы цинк и медь стимулируют тоже образование соединительной ткани. Поэтому геллинг фит можно тоже пить для красоты. Бьюти и Дженерейшн вечером тоже можно пить, потому что Дженерейшн – это омега, Ку-10, лютеин и красный женьшень. Но, опять же, смотрите, красный женьшень тонизирует. И все-таки на вечер, наверное, не надо. Я как-то не подумала про красный женьшень. Красный женьшень, как и гуарана, лучше пить утром. Вот. И конзинку-10 можно пить утром и вечером, но лучше все-таки утро. Да? Вот. Поэтому геллинг фит. Женщина пьет геллинг фит для укрепления суставов, для укрепления позвоночника. А у нее в это время бонусом улучшается состояние кожных покровов. Потому что все в организме зависит от ресурса. И если ресурса не хватает, тут ни до кожи, ни до волос, ни до ктей, ни до ширу быть бы живу. Когда ресурса хватает, тут достается и коже, и волосам, и ногтям. Понимаете, приходят девушки. Говорят, волосы выпадают, страшно смотреть, плачу просто, когда голову мою. А я смотрю, там уровень энергии ниже нормы. И, конечно, нет ресурса на волосы. Нет энергии, нет белка, нет минералов, нет витаминов. Когда ресурса мало, организм его экономит для сердца, для мозга. А волосы, ну, извините, не до жиру быть бы живу. Поэтому, когда ресурса хватает, то хватает и на волосы, и на кожу. И кожа подтягивается, подтягивается. Это не нарушные какие-то процедуры, а вот такая подтяжка изнутри, выработка коллагена и эластина. Поэтому вечером можно пить в одном стакане. Геленфит. Туда же добавить Ресторейт. И туда же добавить Бьюти. Вот. Хотя мне больше нравится по отдельности, потому что, когда разводишь одну чайную ложку сверху Бьюти, на 150 миллилитров воды. Это получается изумительно вкусный напиток, который напоминает сок из диких ягод. Черники, голубики, возможно, брусники. Это очень вкусно. Только смешали с Ресторейтом, появилась какая-то пена какая-то неэстетичная, черная хлопья. Ну, кому-то нравится. Можно и так, да. Но надо же, чтобы еще вкусно было наслаждаться этим вот, этим Бьюти. И понимая, как он поступает в каждую клеточку. Вы знаете, у меня есть знакомый психолог, и она говорит, боже, как я люблю. Как я люблю развести себе вечером Бьюти. Развести отдельный Ресторейт. Не торопясь через соломинку выпить Ресторейт, как вкусный коктейль. Наслаждаться вкусом Бьюти. Потом открыть справочник и прочитать. И вы думаете, боже, какое хорошее питание я даю для каждой клетки. И это идет психотерапевтическое усиление эффекта. Потому что, когда люди говорят, да, не верю вообще, и снижается немного эффект, потому что человек не верит. То есть эффект будет все равно, верит он или не верит. Но когда человек пьет это осознанно, с радостью и с любовью, то, конечно, эффект во много раз лучше. Во много раз лучше. Далее. IB5. Казалось бы, что он дает для красоты? Он дает свежее вдыхание. А это уже красота. Потому что человек, бывает, не чувствует от себя какой-то запах. Но он не кажется красивым человек, когда от него плохо пахнет. И IB5, помимо того, что это мощная иммунная защита, это еще и свежесть. А свежесть это тоже красота. Йогурт. Что дает йогурт для красоты? Йогурт для красоты дает отсутствие прыщей. Отсутствие прыщей, отсутствие высыпаний на коже. Он дает кожу вот такую розовую, красивую, нежную. Поэтому бьюти... Вот, вернее, пробуй 4 йогурт. За полчаса до сна поел сам, покорми бактерии. Они тоже кушать хотят. И когда мы заботимся о бактериях в кишечнике, они заботятся о нашей коже. Это здорово, конечно. Поэтому за полчаса до сна поел сам, покорми бактерий. Они тоже кушать хотят. И они отблагодарят старицей красивым цветом кожи и отсутствием прыщей и угревой сыпи, и каких-то высыпаний на коже. То есть любая проблема на коже, нужно лечить кишечник, нужно налаживать питание, пищеварение, микрофлору в кишечнике. Можно просто эту микрофлору поддерживать. Аминокислоты. Аминокислоты обеспечивают подтяжку. Поэтому я вообще очень рекомендую выпить аминокислоты, выпить бьюти, выпить рестарейт, можно геленфит выпить, можно добавить туда же изофлавон и сделать пятиминутную гимнастику для лица. Наберите в интернете гимнастика ходу для лица. Гимнастика ходу для лица. Пять минут. Она смешная, такая веселая, очень интересная. Можно в йогурт добавлять сухофрукты, зерна, орехи. Конечно, можно. Конечно, можно. Что сначала, рестарейт или йогурт? Сначала рестарейт, а потом йогурт. Понимаете, рестарейт должен идти где-то между приемами пищи. Вот дайте рестарейту полчаса, он полностью, он за пять минут усвоится, да, за полчаса он стопроцентно усвоится уже, все, он уже в клетках. И тогда вы пьете йогурт. Понимаете, если выпить йогурт, сразу, допустим, выпить рестарейт, то йогурт будет замедлять всасывание рестарейта. Поэтому, если йогурт и рестарейт, их легко разнести по времени. Допустим, йогурт там, ну вот как, может после ужина через где-то час хорошо выпить рестарейт. Точно так же, если йогурт, то через час выпить рестарейт. А если вы выпили рестарейт, то минут через 15, даже 20, через полчаса точно можно выпить йогурт. Вот, и я говорю, что йогурт за полчаса до сна, промежуток между приемом бьюти и ресторейта, да никакого. Потому что бьюти в синергии с ресторейтом. Бьюти усиливает действие ресторейта, ресторейт усиливает действие бьюти. Их даже вместе можно смешать. Или просто стакан за стаканом, стакан бьюти, стакан ресторейта, в ресторейт еще можно геленфит добавить, а в бьюти можно добавить изофлавон. То есть принцип такой, что минералы не смешиваются с клетчаткой, клетчатка замедляет или нарушает усвоение минералов. Поэтому ни ресторейт, ни бьюти не смешиваются ни с бейсиксом, ни с дидринком, ни с прошей пол-ин-ван, ни с йогуртом. А между собой прекрасно, хорошо смешиваются. Конечно, в йогурт вы можете добавить фрукты, сухофрукты, что хотите. Можно сделать из фруктов такой фруктовый салат с йогуртом и добавить туда еще специи. Я из Индии привозила специи для фруктового салата. Очень вкусно, мне нравится, вообще люблю. А можно сделать, ну вот такой освежающий. Например, огурцы, мята, какая-то зелень, тоже какой-то специи, сольки, чуть-чуть. И йогурт получается очень вкусно. Можно зерна, орехи, потому что йогурт это еда. А еду можно смешивать, что угодно можно добавлять. Можно сделать на кокосовом молоке. Понимаете, есть люди, у которых непереносимость лактозы. Поэтому они не могут делать йогурт на обычном молоке. В таком случае, либо покупается безлактозное молоко, либо молоко растительное, кокосовое, соевое, рисовое. И мы уже понимали эту тему на каком-то моём прямом эфире. Я очень благодарна тем, кто откликнулся и в группу в Телеграм написал свой опыт, как можно делать йогурт на миндальном молоке, на соевом молоке, можно на кокосовом. Поэтому посмотрите, это вот свежие какие-то совершенно отзывы. Буквально немножко ленту пролистать. Поэтому про Б4 для красоты – это чистота кожи, отсутствие прыщей, комедонов, угрей, угревой сыпи, нейродермита, сухости на коже и так далее. Далее про аминокислоты сказала. И знаете, как интересно, что приходят люди в нашу компанию. И, конечно, они начинают что? Оптимальный сет. Они начинают жизненный тонус к оптимальному сету Омега-Ку-10. Дидринг. И вот первые полгода уходят на вот это, чтобы, как я говорю, взять лопату и разгребать. Налаживать обмен веществ, убирать токсины, наполнять клетки ресурсом. Через полгода. Так, а что у вас есть ещё? О, у вас есть изофлавон. Ну, это изофлавон, да? О, аминокислоты есть в компании. Партнёры начинают пить аминокислоты, говорят, руки подтягиваются, надо же, перестают висеть. Грудь подтягивается. Прикольно. Фигура подтягивается, лицо укрепляется. Боже, да какие классные аминокислоты. Да, конечно, они классные для подтяжки, потому что кожа – это белок. И для хорошего питания нужно белковое, для хорошей кожи нужно белковое питание. И аминокислоты – это лучшее, лучшее питание для кожи. Помните, когда у нас выступала косметолог Алена Потоцкая, и она рассказывала, что был такой вот период в жизни, какая-то глупая по молодости, когда она была веганкой. То есть ограничение белка, и, говорит, кожа плыла, вот кожа, она просто, вот она плывёт. Я наклоняюсь прочитать в телефоне что-то, а у меня вот так вот кожа опускается. Не было белка. Говорит, я косметолог, я использовала какие-то нарушные процедуры, нарушные средства. Ничего не помогают. Тут даже начала из белок, а ферментов нет, которые расщепляют. Вот ферменты, что же белки. И только вот вместе с активайзом, вместе с программой жизненный тонус, вместе с аминокислотами и коррекцией питания удалось восстановить кожу. Поэтому, если кожа теряет тургор свой, не хватает белков, хватает аминокислот. Почему-то нет. Поэтому прошей фамина для красоты, для эластичности, для упругости, для лифтинга, для овала лица и так далее. И, друзья, у меня остался дидринг. Вот. Я сегодня, как вы видите, в московском представительстве. Я по дороге к себе домой в деревню зашла в офис. И мне компания поздравила с днём рождения. И мало того, что подарила уже заранее муноген, ещё подарила дидринг, потому что дидринг мой любимый. Можно дидринг утром, через полчаса базовый сет, потом 50+, вечером. Нет, 50+, вместе с базовым сетом. То есть, вы берёте утром дидринг, потом 30 минут прошло, потому что дидринг должен быть между едой и между фитлайном. 30 минут рано утром стакан воды дидринг, 30 минут прошло, потом взяли Basic Activize, Omega Q10, и туда же пакетик Generation 50+. Это всё выпивается утром, да. Вечером бьюти и ресторейт в один день. Конечно, можно. Ещё аминокислоты туда можно добавить. Изофлавон можно вечером добавить, потому что там, где 50+, там... А, в 50+, есть изофлавон, да. Что-то я туплю. Аминокислоты добавить, и ещё йогурт за полчаса до сна, поё сам покорми бактерии. Что моноген для красоты делает? Моноген даёт... Да, Ирина, спасибо большое. Да. Женщине нужно отдыхать, конечно, набираться сил. Она не должна работать как пони. Вот тогда она хорошей-то расцветает. Так, моноген даёт румянец на коже, потому что снимается спазм сосудов. И плюс это защита от сердечно-сосуистых заболеваний, которые совсем женщину не красят. Вот. И я вам хочу сказать, весна – время детоксикации. Поэтому, чтобы кожа была чистая, нужно выводить токсины. И, конечно, мы это время детоксикации, лучшее время для детоксикации, мы не можем упустить. И вот сейчас заканчивается последняя неделя марафона, посвящённого красоте. И что, вы думаете, будет потом? Какой марафон? Будет марафон интенсивной детоксикации. Интенсивной. Присоединяйтесь все, я тоже присоединюсь. И до встречи на будущих марафонах. На чьи вопросы я не ответила, я приглашаю вас завтра на прямой эфир. Как обычно, в 20.00 по московскому времени уже на моей странице. И помните о том, что есть ещё онлайн-консультации. Когда можно записаться ко мне на консультацию, я уже с вами лично поговорю. Спасибо вам всем за добрые слова. Вы тоже такие молодцы, что хвалите. Потому что всё это вам тоже вернётся. Все эти благодарности, всё-всё вернётся. Но день рождения у меня прошло. Всё равно спасибо большое. Всем спасибо, рада всех вас видеть. Уже готовиться надо к марафону по детоксикации. Приглашайте всех. У нас будет интенсивная детоксикация. Такого ещё не было. Будем чиститься, тут конкретно просто чиститься. Да, я после свежего воздуха. С прошедшим днём рождения. Спасибо вам всем тоже. От всей души. Всего доброго. Хорошейте. Пожалуйста, эту неделю делайте фотографии до и после. Вы видели, какая чудесная диадема будет в качестве приза. Поэтому ещё раз всем спасибо. От всей души. Встретимся завтра. Уже буду отвечать на все вопросы. Всё. До встречи. До встречи. И 27-го, 27-го школа по здоровому питанию. Расскажу биоритмы и расскажу роль белков, жиров, углеводов в организме. Буду пугать, что происходит, когда отказываются люди от белков. Плохо всё. Столько всего насмотрелось. Уму непостижимо, что с телом происходит, когда отказываются от белков. Поэтому приходите на школу. Тоже увидимся. Спасибо всем большое. Я ж тут у себя в офисе сейчас. Как будто не выезжала никуда из Москвы. Ну всё. Всем до свидания. До встречи.